7 апреля в зале администрации района прошел торжественное мероприятие, посвященное чествованию победителей и призеров конкурсов «Учитель года 2017» и «Воспитатель года 2017». На мероприятии присутствовали глава района Заур Хамирзов, первый заместитель главы района Руслан Емыков, начальник управления образования Косей Киргашев, главы сельских поселений, директора школ, заведующие детскими садами, учителя и ветераны педагогического труда. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии закрытия муниципальных конкурсов «Учитель года 2017» и «Воспитатель года 2017». Более 150 педагогов нашего района собрались в этом зале для чествования лучших учителей и воспитателей. По традиции первым словом предоставили главе района Заур Хамирзову. Очередной конкурс «Учитель года» прошел. Прошел, насколько я знаю, очень успешно. Я хотел бы поздравить с завершением этого конкурса всех участников. Я знаю, что в этом конкурсе проигравших нет, потому что изначально в этом конкурсе участвуют уже лучшие из лучших. Мы сегодня чествуем их. Хотел бы от души всех вас поздравить победителей с завершением. Пожелать здоровья, счастья, успехов всем работникам общеобразовательных школ. То же самое впереди очень непростое время. Буквально через полтора месяца начинаются государственные экзамены. И среди учеников АГ 9 класса и 11 класса. И мы все прекрасно знаем, что эти экзамены сдают не только наши дети, наши выпускники, но это сдают и учителя, которые обучают этих людей, сдают школа и, естественно, район тоже. Если это будут неудачи, это общая неудача. Если это успех, это общий успех. Поэтому я всем нам желаю успешной сдачи этих экзаменов. А сегодня я хотел бы еще раз поздравить победителей с этим замечательным событием. Со словами поздравлений к собравшимся обратился начальник управления образования Касси Киргашев. Вот и завершились очередные конкурсы учитель года и воспитатель года, ставшие традиционным ежегодным конкурсом профессионального мастерства. Первым делом была создана нормативная база для проведения конкурсов. Утверждены порядок проведения конкурсов состава комитета, состава конкурсных комиссий, в которую вошли представители родительской общественности и представители общественной организации профсоюза. В нынешнем году приняли участие 12 педагогов из 13 общеобразовательных учреждений района. Из них два учителя начальных классов, два учителя математики, два учителя литератической культуры, по одному учителю адвесского языка и литературы, географии, биологии, истории, общества, знания, технологии, русского языка и литературы. Среди конкурсантов есть представители семейных династий. В конкурсе «Воспитатель года» приняли участие 15 педагогов из 13 дошкольных учреждений. Это воспитатели и структуры политической культуры. Хочется отметить, что в состав конкурсантов молодеет с каждым годом. Уже ряд лет в конкурсе не принимали участие педагоги и мужчины. Отрадно, что в этом году в конкурсе участвовал один представитель сильной половины человечества. Для претендентов на участие в конкурсах были проведены установочные семинары, в которых приняли участие специалисты управления образованием, районный медицинский кабинет, члены муниципального клуба «Учитель года». Конкурсы прошли на базе среди образовательных школ 1-2-й и 7-й и на базе муниципальных образовательных учреждений. Это 1-й и 8-й. Участники конкурса «Учитель года» состязались в номинациях «Интернет-ресурс», «Я учитель», «Урок», «Педагогический семинар», «Мастер-класс», «Педагогический совет», «Образовательный проект», «Круглый стол» образовательных политиков. А воспитатель в номинациях «Визитная карточка», «Педагогическое мероприятие с детьми», «Интернет-портфолио», «Мастер-класс», «Профессиональный разговор». На основании итогового протокола конкурсной комиссии были определены победители и призеры конкурсов. Каждый конкурсный день освещался средством массовой информации и на сайте управления образованием. В заключение хочу пожелать всем конкурсантам здоровья, удачи, дальнейших творческих успехов. Всем участникам, всем спасибо. Очень ярко всех конкурсантов поздравила группа воспитателей детского сада номер один «Аулы Кашихабль». В районе Кашихабльском прошли два конкурса, в которых педагоги продемонстрировали навыки свои и вот уже подведены итоги. Сегодня мы пришли на встречу к вам, чтобы поздравить наших конкурсантов, сказать спасибо всем учителям и воспитателям. Вы – наш букет талантов. И мы хотим воздать вам восхваления за ум, упорство, творчество, успех. Вы лучшие из лучших, без сомнения, а победители – они пример для всех. Вы дарите умения и знания, сердца детей не каждый покорит, но вы смогли, а в этом и призвание, и истинный талант ваш состоит. Всего пять дней, но в них вместилась жизнь, и прошлое, и будущее тоже. Теперь зависит все от вас самих, и пусть удача вам в пути поможет. От всей души примите пожелания, чтобы было много плодотворных лет, удачи вам во всем и процветания, здоровья, счастья, долгих, долгих лет. Далее объявили лучших из лучших победителей и призеров прошедших конкурсов. Далее объявили лучших победителей и призеров, чтобы было много плодотворных лет, Денежные премии, дорогие представители, районы, 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 поселения, подать детям, остатки, родители. Всем победителям и призерам были вручены грамоты и денежные премии от главы района. Не остались без внимания и все участники конкурса. От глав сельских поселений, директоров, школ, заведующих детскими садами, также они получили подарки и цветы. С ответным словом выступили победители – Анзор Бегеретов и Белла Таова. Когда нам, победителям конкурса, представилась возможность выступить на церемонии награждения, мы с Беллой решили выступить вместе. Совсем недавно мы чувствовали себя молодыми педагогами, которые завидовали опытным наставникам, принимающим участие в различных конкурсах профессионального мастерства. Среди них были и наши учителя, и наши воспитатели, заслуженно пользующиеся авторитетом и носящие гордое имя – учитель. Профессия педагогов нам знакома не по наслышке. У меня мама – учитель физики, у Беллы – мама и тетя с педагогическим образованием. Поэтому вопрос выбора профессии перед нами как таковой не стоял. За что мы им благодарны. Профессиональные конкурсы 2017 года дали нам. Опыт в проведении мастер-классов и методических семинаров. Возможность перенять опыт друг у друга. Умение слушать и слышать друг друга. И плодотворно работать в команде. Возможность обрести новых друзей. И сегодня от имени всех конкурсантов хочется выразить слова благодарности и признательности за постоянное внимание и поддержку главе муниципального образования Кашихабрский район Зауру Аскорбевичу Хамирзову. Управление образования за проведение и организации таких профессиональных конкурсов на высоком уровне в лице Касея Кумировича Киркашева. Своим родным педагогическим коллективом в лице руководителей Сеевой Зурядь Ахмедовна и Афашакова Муразина Томбевича. Особный след в наших сердцах оставили дружеские отношения, возникшие между нами в ходе конкурса. Порой мы даже забывали, что мы являемся потенциальными соперниками. Порой даже помогали друг другу. Порой даже засиживались до утра и готовились к очередному конкурсному дню. Было ощущение, что мы одна большая педагогическая семья. И это на самом деле классно. Хотим пожелать всем коллегам и присутствующим здоровья, удачи и вдохновения. Традицию на программу награждения продолжил Клуб Учителей Года. Уважаемые коллеги, проведение муниципального конкурса Учитель Года стало хорошей и доброй традицией. А награждение победителей и участников – это финишная прямая конкурса, который вновь зажег на педагогическом непосклоне Кашхабльского района новые яркие звездочки. Говорят, что будущее страны находится в руках учителя. И это правильно. Глядя на наших конкурсантов, можно не сомневаться. Будущее района, будущее республики и всей страны в надежных руках. И значит, можно смело сказать – будущее рождается здесь. Клуб Учитель Года искренне поздравляет вас с победой и желает вам каждый день находить в своей работе новые изюминки. А самое главное – быть верными нашей профессии. Потому что профессия учителя – это не просто профессия, это миссия служения детям. И будьте уверены – Клуб Учитель Года будет всегда рядом с вами. Ежегодно Клуб Учитель Года Кашхабльского района принимает в свои ряды победителей и призеров конкурса. Для посвящения члены клуба прошу выйти сюда Бегеретова Анзора Шхамбевича, Симуния Любовь Павловна, Нашеву Нафисе Таслановну, Фоменко Татьяну Михайловну. Клятва для вступающего в ряды членов клуба «Учитель Года». Стремиться достичь высоких рубежей профессионализма. Клянусь. Клянусь. Стремиться дать ученикам глубокие знания по своему предмету. Клянусь. Клянусь. Всегда быть в поиске инноваций, направленных на совершенствование педагогической деятельности. Клянусь. Клянусь. Быть главным действующим лицом всех школьных преобразований. Клянусь. Клянусь. Быть доброжелательным и терпимым. Быть личностным примером для воспитанника. Клянусь. Клянусь. Отличительная символика нашего клуба – это галстуки зеленого цвета. И значки с изображением эмблемы клуба. Но до завершения процедуры посвящения в члены клуба «Учитель Года» Кашикаповского района, я бы хотела обратиться к главе администрации. Зоур Аскарпевич. Вы – наш коллега. Признаемся честно, нам всем повезло. Ведь вы понимаете тонкости дела. Совсем непростое у нас ремесло. Вы были учителем, даже директором. Затем возглавляли работу в РУНО. Вы стали главою. Но в клубе учительском стать членом почетным сейчас суждено. И так, что вы получаете. И еще. Ежегодно летом проводится республиканский фестиваль учительских клубов. На этом фестивале самые опытные, лучшие учителя республики проводят мастер-классы, делятся своим опытом. Параллельно работает секция молодых учителей. В этом году такой фестиваль будет проходить в Майкопском районе с 28 по 30 июня. И нам очень хотелось бы видеть на этом мероприятии Анзора Шканбеевича и Любовь Павловну. Примем, пожалуйста, наше предложение. Еще раз поздравляем всех участников и победителей конкурса «Учитель года». Желаем вам, чтобы вы всегда видели в глазах своих учеников только счастье, улыбки и доброту. Победителям от профсоюза работников образования Фатима Бежукова вручила денежные премии. В завершении были произнесены слова благодарности всем организаторам данного мероприятия. Управление образования обладает благодарность за поддержку в организации и проведении конкурсов главе администрации муниципального образования Кашкаповский район Зауру Аскарбеевичу Хамирзову. Муниципальному клубу «Учитель года» в лице председателя Киржиновой Саиды Аскеровны. И в лице заместителя председателя клуба Титаренко Ольги Павловны. Также благодарить глав сельских поселений. Также управление образования выражает благодарность руководителям образовательных учреждений района, на базе которых прошли муниципальные конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель года» за создание условий для проведения конкурсов. Вот и завершились очередные конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель года». Зажглись новые звезды, ярко заявив о себе. Нам остается пожелать всем вам, дорогие педагоги, замечательных учеников и воспитанников, которые, впитав в себя все разумное, доброе, вечное, с достоинством понесут все это по жизни. Мы благодарим вас за терпение и труд, за терпение и мудрость, за ежедневный труд вашей души, за бесконечное служение.